Вот эти светильники, они антибликовые, они не портят зрение, ну и, естественно, такая вот смена массовая во всем образовательном учреждении. Это, конечно, когда ремонт настоящий, капитальный. Почти 500 новых светильников их установили во всех классах. Работают бесшумно, экономно, но главное, что особенно радует педагогов, перволицей освещение стало наиболее качественным. И это только начало. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, впервые за 50 лет. Особое внимание к коммуникациям. Огромное количество компьютеров, интернет-доски, все то, что называется сейчас информационно-коммуникативными средствами, оно требовало другого принципа электроснабжения. И вот сейчас, если вы видите, это как раз современный подход. Здесь можно давать нагрузку, можно использовать электричество, уже не боясь сбоев. Здесь все будет новое. Сменит окна, расширит холл, совершенствует также спортивный зал и столовую. В этом году на ремонт учебного учреждения потратят 26 миллионов рублей. Демонтаж закончен полностью в здании всех коммуникаций, все, что запланировано по смертной документации в отношении договора. Сейчас как бы уже начался процесс восстановительных работ. Перекура для строителей практически нет. План работ большой, а до начала учебы осталось не так уж и много времени. Успеть к первому сентябрю должны и в авиагородке. Там сейчас строится новая школа. Власти особенно внимательно следят за работой, ведь это будет первое учебное учреждение в этом районе. Школа современная, большая. Что значит большая? Так-то посадочных мест всего 400. Но там огромные холлы, огромные витражи. Мы уверены, что там будет тепло, потому что достаточно все продумано. Вообще на ремонтную кампанию в этом году запланировано около 270 миллионов рублей. В городском управлении образования говорят, будет больше. Благодаря чему капитальный ремонт смогут сделать в 66 школах Оренбурга. Все работы планируется завершить к 20 августа. Екатерина Тихоненко, Дмитрий Журавлев. Наше время.